16 ноября 2016 года я падал в самолете. Кажется, что может быть негативнее. Это был рейс Илья-Ля-Тель-Авив-Киев. Нам объявили, что мы возвращаемся и что у нас проблемы с шасси. Это все, что нам сказали. Я не знал, чем это закончится. Но даже в этот момент я решил сделать некоторые негативные вещи с точки зрения общества, а с моей точки зрения позитив. Я написал веселое завещание, где я завещал часы, которые ждет мой сын. Он их очень ждет. Если помните часы с криминальной очтивой, это почти такие же сыну. И завещал Теслу дочке. Сказал, что сделать дальше. Написал главу в книге. Успокоил и напоил соседку коньяком. И вы многие знаете, как заканчивается смерть. Тебе она приснилась, а потом ты проснулся мокрый, холодный, грязный и в чем-то. У меня было все наоборот. Я заснул. Разбился ли я или нет, мы узнаем в конце этого 20-минутного выступления. А сейчас я хотел бы вам дать несколько своих авторских правил, как работать с негативом. В публичном пространстве я всегда работаю многоходовками. Первый ход. Я громкий, яркий и непонятный. Я клоун. И большинство настроено против меня. Второй ход. Перетащить всех на свою сторону. Для кого-то ты всегда будешь плохим. Они хотят испортить настроение. Они хотят насрать под елку. А я должен жить своей жизнью. Когда я посылаю... Я это делаю всегда вежливо. Вопрос, когда посылать, а когда убеждать. Чтобы не потерять свою аудиторию, нужно быть очень жестким с чужими. Сначала, как мы говорили раньше, перетягиваешь аудиторию на свою сторону. Потом бьешь гада. Есть у меня правило. У меня и у моих партнеров, мы в этом едины, не прятаться за менеджмент и подчиненных. В январе этого года объявили, что 11 объектов города заминированы. При заминировании есть протокол, по которому охрана действует строго по правилам. Так вот, один из наших охранников, если верить прессе, эта новость стала разгоняться очень быстро, нанес увечье, я использую именно это слово, нанес увечье 20-летней журналистке, которая хотела узнать, что же происходит. Что же происходило на самом деле? 20-летняя журналистка, которую отправили на задание одно известное издание, я думаю, оно здесь сейчас присутствует, 20-летняя журналистка была отправлена на заминирование. Никто не знал, что заминирование не настоящее. Тем не менее, ее отправили. Она залезла за желтую линию. За желтой линией есть приказ, мой приказ всех силой удалять. Из-за желтой линии, желтой линией ограждено возможное место взрыва, которое указали телефонные террористы. А мы должны относиться к этому как к взрыву. И публичное пространство, фейсбук, пресса, издания стали требовать, чтобы я принес труп этого охранника, им и извинился. Наши действия были противоположны. Я сказал, что журналистку, считайте, что ударил я, просто это была моя рука. Ее не то чтобы ударили, сделали так, выбили айфон, и, по-моему, у него даже отреснуло стекло. Это и было то у вещи. Мы всегда, когда у нас негатив, а у нас много негатива, очень много негатива, и мы его любим, я коснулся этого дальше, мы всегда выставляем вперед собственников. Я, Меламут. Мы никогда не прячемся за менеджмент. Еще нам тогда сказали, что мы не имеем права ссориться с журналистами. Мы им показали слайд, который вы только что видели, предыдущий, где сказали, что мы теперь сами себе журналисты, мы издания, и мы не рекомендуем журналистам ссориться с нами. Недавно был страшный случай в Кемерово. Погибли люди в торговом центре. На следующий день мы объявили, что мы приглашаем всех журналистов на учебную тревогу. Мы сделаем пожар в том месте, которое они выберут. Приехали все телевизионные каналы, 12 кнопок страны было. И просто для понимания наладить такую систему нужно полгода. Ее нельзя наладить ни за сутки, ни за месяц. Ему устроили ложный пожар, учебный пожар со срабатыванием. Как рассказал Меламут, он обделался очень сильно, когда подносил огонь к датчику. Датчики одноразовые, проверить их невозможно. После того, как они сработали, их нужно менять. Говорит, руки тряслись, потому что если бы мы на 12 кнопок страны, у нас не сработала пожарная система, это была бы катастрофа. Но все сработало. Нас обвинили в том, что мы хайпанули на чужом горе, но на самом деле мы успокоили общество. Плюс это хайпануть обошлось нам 300 тысяч. 300 тысяч гривен, потому что вылилось в торговый зал 10 тонн воды. Но мы потратили это на спокойствие общества, и мы не считаем, что это выкинутые деньги. Мы считаем, что это правильный пиар-ход для того, чтобы успокоить. Реагировать на отрицательные новости нужно очень быстро. Бездействие намного дороже действия. Никакой осторожности. Действовать должны люди, которые понимают последствия. У нас это акционеры и один наш пиарщик. И лучше два раза ошибиться, чем 10 раз промолчать и дать новости разогнаться. Есть такой термин в теннисе, перекрученный мяч. Мяч, который послан с большим вращением. Он есть и в настольном, и в большом теннисе. Так вот, перекрученный мяч можно играть только с лета. Если кто-то играет в теннис, ему нельзя давать раскрутиться. Точно такая же история происходит с негативом. Еще один случай, за который меня дико троллили. Это платные туалеты. Когда мы продавали глобус, не сделать платные туалеты мы не могли, потому что это капитализируется. У нас люди ходили в туалет, это считалось англичанами. Англичане прислали представителей большой четверки проверить поток в туалете. Это было смешно. Мы владеем технологиями избирательных каруселей, а туалетная карусель это вообще, фу, расплюнуть. Так вот, меня стали троллить за платные туалеты. После этого я стал в фейсбуке менеджером туалета. Я стал подписываться хэштегом туалетный жиденок. И я решил, что раз мы сделали туалеты лучше, эти туалеты должны платные, мы должны сделать лучше в мире туалеты. И родился проект Гара Висиарт. Это туалеты передвижные на двух фурах. Совершенно уникальная концепция. Ее опять же нет нигде в мире, а мы очень любим, когда делаем что-то, чего не делали до нас. Концепция десяти разных туалетов. Есть ежик в тумане, есть для подружек. Я поторопился. И эти туалеты мы мечтаем свозить на Burning Man. Сейчас мы просчитываем, сколько нам это будет стоить. Будьте всегда вежливы, даже посылая. Держите дистанцию с неприятным вам человеком. Я посылаю всех только на вы. Это помогает мне привлечь болельщиков в споре, а многие люди наблюдают, как развивается спор. Они еще не сложили мнение, за кого они, за белых или за красных. Поэтому я стараюсь быть предельно вежливым и просто троллить человека. Это ценят. Есть еще правило не ругаться в тылу врага. Если вы попали в чуждую, во враждебную атмосферу, если вам кажется, что если вы в чужой ветке фейсбука, если вы в издании, где корреспондент настроит к вам недрожелебно, нет шансов у вас победить, нельзя быть одному против всех, вас не услышат. Я слышал выступление отлично приветственной речи Саши Альшанского и услышал фамилию Супрун. И вспомнил, у меня есть что сказать по Супрун. Супрун это тема, по которой практически все имеют мнение. У меня нет мнения по Супрун, я не изучал медицинскую реформу, я не знаю, то, что она делает, хорошо или плохо, и далеко не каждому событию я даю оценку. Мне не интересны темы, в которых разбираться долго, и я не могу на них влиять. Если бы я мог повлиять на медицинскую реформу, я бы разобрался, хороший Супрун или нет. Если бы я назначал министра, я тоже бы разобрался, тут нет. Такая же ситуация происходит с биткоином. Я лох, я его не купил, когда мне говорил об этом сын, но дело в том, что у него было знание, что нужно купить биток дешево, а у меня были деньги. Итак, мы уже не купили, сейчас покупать мы считаем поздно, потому что я могу стать еще большим лохом, потому что я уже один раз купил акции МММ, которые на следующий день запретили. Поэтому у меня нет мнения по биткоину, нет мнения по супрун, и зачастую тема, вызывающая большой резонанс в обществе, меня просто не интересует, я по ним не высказываюсь. Любая резкая позиция лучше умеренной. Если есть конфликт, я всегда за друзей, я никогда не разбираюсь, ни я, ни мои друзья, правы друзья или нет, мы всегда лезем в бой сразу. Недавно был конфликт с новой почтой, это мои приятели, и я мгновенно вписался в фейсбуке, очень резко высказывавшись о прокуратуре, и в том числе о генпрокуроре. Правда, на следующий день мои друзья из новой почты помирились, сделали селфи, и разошлись полюбовно с прокуратурой, а я остался со своим резким высказыванием, было обидно, я почувствовал себя телочкой, которую позвали в клуб, но не забыли оформить вход. Поэтому, ребята из новой почты, если вы здесь, или передайте кто-то, Володя, ребята, после такой истории нужно отзвониться всем, кто за вас вписался, хотя бы два слова, но это нужно делать. когда у нас были маски шоу в компаниях в 15-м году, 30 человек, за нас вписался весь фейсбук, мы никому не пошли, мы очень давно никому не платим, вообще никому и ни за что, и когда за нас вписались люди, я каждого в фейсбуке обошел, написал слова добрые, но мы поняли, что мы не имеем права быстро договориться с налоговой, которая пришла. Признать ошибку не стыдно. Когда у меня было бизнес-шоу в цирке, мы ошиблись, мы поставили пять сильных металлоискателей, был дикий мороз, и люди по полтора часа не могли войти. Закончилось это тем, что я извинился везде, где можно. Я попросился на телек, на плюсы, извинился перед всей страной за полтора часа людей на морозе и за дискомфорт, извинялся в фейсбуке, в инстаграме. Мне кажется, что я только в твиче не извинился, но тогда я не знал, сейчас бы я и там извинился. не бояться негатива. Нужно беречь негатив. Негатив так же важен, как и позитив. Когда вы занимаетесь, когда вы имеете негатив и имеете позитив, это все плюсуется к узнаваемости вас, вашего бренда, вашей компании. Самые страшные люди, которые знают о вас, но не сложили мнение. А теперь узнаем ответ на тот вопрос, который я задал вначале. Разбился ли я? Самолет. Когда самое страшное в нем началось, оказалось, что у него поломка шасси разлетелись два колеса. Нам нужно садиться на одно колесо, мы видим огни внизу, это около ста пожарных и скорых. Очень напоминает, вот как выглядит смерть с этими огоньками, так они и выглядели. И мы кружили два с половиной часа, вырабатывали топливо. Но самое страшное началось, когда евреи и ляля начали раздавать из дьюти-фри бухло бесплатно. Я же знаю, что когда евреи раздают бесплатно бухло, это товарные остатки, которые продать уже шансов нет никогда. И вот тогда стало по-настоящему страшно. Кажется, что может быть негативнее смерти. Но что я тогда придумал? сразу после этого после того, как мы приземлились, нас посадили так, меня разбудили, я заснул, посадили у меня в голову очень жесткое приземление. Первое, что я сделал, я затеял строительство склепа, в котором есть диджей-зона, есть курительная зона, есть терраска. Это хороший склеп, семейный склеп, это укрепляющая семью штука. И я подумал, что похороны тоже нельзя доверить детям. Это серьезный ивент, у них нет опыта. И я попросил своего директора связаться с любимой моей группой Гус-Гус, Газ-Газ, это электронщики из Исландии, которых я очень люблю, чтобы заключить с ними контракт на один концерт. Это не обычный контракт, это контракт с открытой датой, это концерт, который я никогда не услышу. И как вы уже догадались, это концерт на моих похоронах. И они должны за 24 часа приехать в Киев. Они собирают стадионы, Гус-Газ, очень популярная группа, но для них тоже сумасшедший фан, что только их в мире заказывают на свои будущие похороны. Дети конечно на меня гонят, что я трачу уже их деньги, но 19 мая будет концерт Газ-Газ, и я почти уверен, что мы договоримся. Их тоже зацепила эта история, и они хотят, а по деньгам-то мы точно договоримся. ноль. Итак, увидимся в интернете и скорейшего всем легалайза. Bye. АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров Корректор А.